В Подмосковье в выставочном комплексе Крокус-Экспо завершается подготовка госпиталя для лечения больных коронавирусом. С подробностями корреспондент РБК Наталья Ларина. Комплекс Крокус-Экспо превратится в госпиталь для лечения больных коронавирусом. Вы можете видеть, как активно здесь сейчас идет работа над переоборудованием торгово-выставочных площадей в больничной. И нужно сказать, что последние 8 дней она не прекращалась ни днем, ни ночью. В самое ближайшее время эта площадка станет временным инфекционным стационаром Красногорской горбольницы номер один. Под госпиталь выделили павильон общей площадью 18 тысяч квадратов. Рассчитан стационар на 1040 пациентов. Палата на четверых в каждом блоке, санузел и душевая. Все койки оснащены кислородом, а также тревожной кнопкой. Предусмотрены здесь и 12 реанимационных блоков. Уже завозят аппараты ИВЛ. Сложнее всего было подвезти сантехнику. Выставочные площади на это не рассчитаны. Представьте, если здесь было просто поле чистое с бетонным полом. И вот за 8 дней вы сами видите, во что это превратилось. В павильоне полностью смонтированы помещения палаты бокса для пациентов. Проведена канализация, электричество, установлены кровати телевизоры. И сегодня монтаж полностью закончится. Развернули госпиталь по поручению подмосковного губернатора. Подрядчиком проекта выступила компания «Крукусгрупп», собственностью которой и является выставочный центр. Ориентировочная сумма контракта – 900 миллионов рублей. Деньги тратили не только на оборудование, но и на другие важные аспекты. Четырехкратный запас белья, халаты, тапочки. Рядом у нас гостиница, в которой предполагается размещать врачей. В этой же гостинице использовать столовую для приготовления одноразовых обеденных наборов, чтобы можно было раздавать больным. Трехразовым питанием обеспечат и медиков. Ну а павильон, в котором расположился стационар, полностью герметизируют. Так что соседние 19 с безопасности. Также по инициативе владельца здания во всех палатах установят телевизоры и настольные лампы, чтобы у тех, кто надолго попал в больницу, создавалось чувство домашнего уюта. Наталья Ларина и Эрнест Саба-Портно, РБК.